Это очень, очень важно получить этот личный контакт. И у меня это было очень интересно. Очень простая вещь, не знаю, как рассказать об этом. Я просто шел по улице в храму Джаганадхи, там, где эти лавки, уже магазины. Оставался не так уж далеко. В районе дома Сарамбама Батачари, где-то там я был. У меня была джапа в руке. Я не помню, была жена со мной. Может быть, была жена, мы что-то, мы даже в лавках смотрели, я не помню. Мы просто шли по улице. И на встречу шел человек. Я на него сразу внимания не обратил. Ну, просто посмотрел, а потом еще раз посмотрел. Потом еще раз посмотрел. Потом уже смотрел, не отрываясь. Это был человек, не молодой мужчина, весь в белом. На голове была такая, такой белый тюрбан. Очень чистая одежда на нем была. В руках был мешочек джапа. Он шел по улице, повторял мантру. И он был не на улице. Он был в другом мире. Вот это открылось мне. Вот как, я не знаю. Ну, это просто влияние Дхама. Влияние Шрамана Киртана. Я вдруг увидел, человек повторяет все эти имена прямо на улице. Он вне вот этой суматохи, вот это там движение, там тут корынки. Он как-то плывет на каком-то вимане, понимаете, в каком-то вот, в какой-то паровьеме, в какой-то области Вайкунхи. Вот где-то он пересекает это пространство. Абсолютно не обращал внимания на все эти вот внешние вещи. Вообще никакого, никакой реакции не было. Он просто шел и повторял джапу. Как будто он разговаривал с господом джиганаткой. Он просто медленно шел, спокойно по улице. Я помню, еще прожил его взглядами. И затем я забыл об этом. Ну, там туда-туда пошли уже все. Снова много событий, много людей. И когда вернулся уже в Россию, этот образ всплыл и закрепился у меня навсегда. Как бы я так понимаю, что джиганат сказал мне, повторяй святые имена. Всегда повторяй святые имена. Так как вот этот... Для меня это был субъективный язык, который вот знак. Это очень важный момент, чтобы мы имели личный контакт с Дхамой, со святым именем, с писанием. Это личный контакт. Осмысление — это личный контакт. Осмысливаем то, что читаем. Значит, это что-то личное, очень сугубо личное. Что-то сокровенное. Так говорится, у каждого Кришна свой. Это интимная сторона жизни. Ее трудно и не нужно даже демонстрировать. Но это немного. О паломничестве мы сказали, о святой Дхаме. Но мы сегодня должны прочитать кое-что. Читаем. 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 что сознание Кришны нужны такие знания. То есть мы, собственно, получаем такие знания и мы хотим применить, применить. Но суть в чем? Когда человек следует своей природе, здесь говорится, без зависти по отношению к другим вещам, не пытается занять чужое место, не противоречит этим вещам природным, он ощущает удовлетворение. Естественно. Это означает, что Господь доволен. Все просто. Все управление заключается в том, чтобы человеку найти свое место в обществе. В прошлом цари были очень квалифицированные, они знали, какой человек, где должен быть и выполнять свои обязанности. Согласно природе. Не согласно какой-то своей личной воле, так сейчас поступают, будешь делать это, хочешь или не хочешь, иначе не получишь денег, я тебя заставлю работать. Так нужно, потому что я так хочу, или так вот, так, я устроил этот мир, потому что теперь ты должен так поступать. Когда-то я читал о Древнем Риме, я не помню, что-то, кто-то еще, Ефремов писал, я не помню, какая-то книга известная была, что-то, что в Сознании Кришни. Там описывалась технология, как создавали рабов. Никто не хочет быть рабовым, но они брали пленных солдат и приводили их на предприятие свое, секретное предприятие. Они нашли редкий краситель, в мире не было такого красителя, пурпур открыли, римляне, по-моему. И у них было свое предприятие, где они выкрашивали ткани и нити в этот редкий цвет, и было очень дорого было покупать. Хороший бизнес. Они приводили пленных солдат на это предприятие и заставляли делать все эти операции. Брать кусок ткани, опускать в чан с краской, потом в другое место, потом выполаскивать. И так до автоматизма. Когда человек усваивал, за час-полтора он усваивал, его лишали зрение, выкалывали глаза. И он навечно оставался на дороготе. Глаза были не нужны. Просто автоматически и все же человек красил эти ткани. Это пример рабоводельческого строя, как людей использовали. И вот подавление природы. Всегда, когда человек хочет какой-то выгоды преуспеть в чем-то, он обязательно будет кого-то эксплуатировать, жить за счет чего-то, за счет кого-то. Обязательно их произойдет. Неизбежно, говорится. Таков закон материальной природы. Любишь кататься, любишь саночки возить. И что он получает взамен? Реакции кармические. Так материальное положение усугубляется больше, 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 больше. То есть он не совершает ягью, он наоборот действует, противоположным способом. То есть он становится вором в глазах законов природы. И во нашем адхарма, когда люди исполняют свои обязанности, означает, что все живут чисто и честно, без последствий, не навлекая никаких греховных реакций в обществе. То есть что это означает? В обществе не появляются преступники. Это реакция. Преступность — это реакция на подавление природы. Не появляются люди безразличные, жестокие, жадные. То есть не увеличиваются эти пороки. Не увеличивается общество вожделения. Вот мы получаем этот опыт где-то в Дхаме, Бриндаун Дхама, Джиганата Пури, Майя Пур Дхама. Первое, что мы чувствуем, что тут как бы нет страха. Это что это означает? Здесь меньше греха просто. Вот в этом все делают. Люди более-менее следуют своей природе. По этой причине они умиротворены. Это одна из загадок Индии. Когда приезжают западные люди, они смотрят, что вот дорога, на дороге тут ездят машины, тут целый хаос, а на обочине сидит человек и спокойно зашивает свою гамчу, довольный, счастливый, улыбающийся. Чему он радуется, непонятно. Ну, просто потому, что человек не имеет зависти такой. И здесь мир менее завистливый, поэтому мы здесь чувствуем себя как дома, свободно. Мы даже немножко нагло здесь себя ведем. Да, бывает такое, в какой-то момент времени, что здесь все можно, тут все можно сесть там, можно сделать то. Помню, ученики Парупада, они воровали в лавках, в арендавании, считая, что все это Кришне принадлежит, они тут обманывают, поэтому... вот, и дрались друг с другом. И к Парупаде пришли местные жители и сказали, ты знаешь, что твои ученики творят? Они тут дерутся вообще в арендаве. Вообще надо их выгнать отсюда. Зачем они приехали в арендаве? Парупада говорит, вы удивляетесь, что они дерутся, а я удивляюсь, что они повторяют Харе Кришне. Так, все успокоились, но действительно, они повторяют Харе Кришне, это удивительно. Они постоянно конфликтуют при этом. Странная культура для вальшнавов, ну, так ли... Они повторяют Харе Кришне, это странно, это удивительно. Вообще, вальшнавы не должны ссориться так. А они успевают то и другое делать. Итак, это Варнаша Мадхарма. Это устройство, общество при помощи... Получить контакт. Все просто. Посмотрите, как все просто устроено? Просто. Вторая на вопрос Господочитания. О совершенстве жизни речь идет. И вот это первое, что говорит Роман Адам. Можно без этого. Их представляет собой цитату из Вишну Пураны. Шила Бхакюна Такур пишет в Амрита Правахи Башья. Смысл этого стиха в том, что жизнь мы находим снижение этому мы находим в Сримадхбхагаватам. Ахатах пумхир двича швешта варна шрама випхагаша свануу шти тасси дармасья самси тырхаритоши нам. Поэтому улучшить из дважды рожденных высшего совершенства, которого человек может достичь в полной обязанности, соответствующей его сословию и укладу в жизни. Это заслужить благосклонность Господа. Хари. Вот с этого начинается. Если есть благосклонность Господа, значит в нашу жизнь приходит удача. Никто не владеет этим знанием сейчас, как удачу призвать в свою жизнь. Столько усилий совершает понапрасну. Удачи нет, говорит. Вот не везет. Я не так жалобился на жизнь после этого. Я столько много сделал. Столько сил потратил. Но вот почему не везет мне? Кто-то обманет и так далее. Таких людей знаю сотни, 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 сотни людей. Знакомые. Которые тяжело трудятся. И вот без результат удачи нет. Удачи нет. Какое-то проклятие что ли. Если Господь отворачивается Лакшми не будет постоянно находиться. Чанчала. Она может ответить на энтузиазм и все. На этом все. И больше здесь нет. А это удивительная вещь. Энтузиазм начать, что можем начать что-то замечать. Начать то мы можем, а поддерживать трудно. Там тоже удача должна быть. Потом возникает вопрос, а как это все поддерживать, где брать деньги, пожертвования. Создать-то мы создали на энтузиазме что-то получил. Лакшми как бы ответила, а поддерживать Господь должен. Не деньги. Деньги это средство служения, Лакшми это служение. А поддержание уже как таковое, существование, вот это бытие, то есть должен присутствовать Господь. Иначе никакого бытия нет. В принципе это что бытие, что не бытие говорится в наше существование частное. Что жил, что не жил, толку никакого нет. И здесь об этом говорится каждому. Здесь говорится о браммонах, это отдельно будет, о кшатриях, каждому человеку необходимо занятие, отвечающее его индивидуальным наклонностям. Поэтому в зависимости от своих способностей он должен занять то или иное место в системе Варнашемы. Деление людей на браммонов, кшатриев, файшев и шудр соответствует естественной структуре общества. Варнашем Адхармы подразумевает, что у каждого есть определенные обязанности. Те, кто должным образом исполняет их, ведут счастливую жизнь и не страдают от материальных обстоятельств. Ну, человек скажет обычно, но я готов занять свое место, возможно, и простой рабочий, и хорошо, я готов, но с одним условием, чтобы в нее было заботиться и уважать меня. Для человека, это, наверное, самое важное в жизни, чтобы к нему хорошо относились, мы его любили, чтобы он тоже мог любить. Если мою профессию не уважают, как я буду заниматься своим делом? Если меня не любят за мою профессию, если профессия считается позорной, допустим, непрестижной, вот, это проблема кали-юги. Престиж играет высочайшую роль в обществе. Ради престижа люди мимикрия подделывают себя, из себя делают какую-то подделку, чтобы просто получить уважение. Но, здесь говорится, не просто деление общества, качество природное должно проявиться. Нельзя людей делить на классы, пока не проявится качество. это преступная деятельность, если мы делим людей на классы, если их качество не проявлено еще. Это как раз является причиной эксплуатации, когда вышестоящий класс, ниже стоящий класс, так называется, выше, ниже, выше, ниже, все, что мы знаем. Нет, 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 варнаши, матхарма, это одно тело, не выше, не ниже. Это одно тело, создано Верховным Господом, тело Господа, говорится, где стопы, ноги это шудры, живот Господа это ващи, руки Господа это кшатри, голова Господа это браманы. Но тело одно должно быть, одинаково почитаемое, но, конечно же, шудру уважают за его труд. Если шудра будет управлять, допустим, его не будут уважать. Его уважать не будут, наоборот, его будут беззирать за это. Один сапожник пришел к царю и сказал, Махарадж, ты несправедливо управляешь, все неправильно в стране, вот я знал, как это нужно делать. Царь посмотрел на него, сказал, ну хорошо, вот тебе трон, управляй, я посмотрю, что ты будешь делать. И первый указ, который издал сапожник, что все деньги теперь должны быть из кожи. царь был в ужасе. Запросил его в сторону немедленно, говорит, убирайся отсюда. Убирайся, а ведь просто уничтоживайся сейчас. Ты человек не на своем месте, видите, ужасная ситуация какая-то, отвратительная ситуация, опасная ситуация. Люди начинают ненавидеть друг друга, потому что не на своем месте находятся. И человек должен быть готов к ответственности. Вот мы этому учимся, и не один год, я не знаю, даже не один десяток лет кто-то даже учится. Бывает, что созревает только к 50 годам мужчина в сознании Кришны. Что просто понять, как важно выполнять свои обязанности, и знать, как это делать. хорошо. Потому что этот престиж есть в любом обществе, что тут есть престижное, что тут есть непрестижное, и долгие годы мы не знаем, кто я такой. Ну, в нашу бытность были стерты эти различия, уважали рабочий класс коммунистического общества, социалистического общества, поэтому все это было престижно, быть рабочим, руки мозолистые, все, тебя уважают. Уменишь работать, делать руками что-то, тебя уважают, ты хороший человек. Поэтому нам было легче в этом плане, нашему поколению. Мы помняли любую работу, безоговорочно. Мне рассматривали, как сейчас мы преданые говорят, а что это, буду работать там на кого-то, на анимации, это не моя среда, я браман. У него семья, дети, понимаете, у него работы нет, потому что он браман. Общество не может его занять барманической деятельностью. Мы жили при коммунизме в то время, нам было плевать, браман, кшат, и вася, шудра, какая разница, делай то, что надо в жизни. То, что в жизни приказывает, тем и занимайся. Помню, мы жили, деньги кончились. Нет денег. Жена смотрит на меня, я на нее. Как будем зарабатывать? Она говорит, не знаю, сейчас не знаю, что делать, куда идти, но мы были в таких обстоятельствах, особых обстоятельствах. Мечту? Я смотрю, я будто грузчик объявления пошел, месяц поработал, получил деньги, принес домой. А жена пошла, устроилась с дворником. Жили, они вообще не думали об этом, что он престижный, непрестижный, дворы мели, с грузчиками работали, и художниками работали, и всякие вещи приходилось делать. Все, что приходилось делать, то и делали. Потом я работал в пожарной охране уже. Думал, там-то я отдохнул. Что-то я слышал, что пожарная спит постоянно. Глубоко ошибался, я, конечно, в этом. Я не знал, что город горит круглые сутки, оказывается. Я никогда не знал об этом. Ну, пожар раз в год случится какой-нибудь, может, может, нигде пожаров. Там круглые сутки. Но удивительно то, что кем бы мы ни были, дворниками, или грузчиками, или пожарными, или кем-то еще, наша природа оставалась нашей природой. Вы не навредите себе, если делаете то, что необходимо делать. Вы не навредите, вы, наоборот, больше познаете себя. Нежели будет мыть, сначала я познаю свою пруду, потом буду работать. А сейчас я не нанимался работать. Я браман. Наши браманы, новые, говорили, мы браманы, мы полы мыть в комнате не будем, потому что это шудр должны делать. Гуру написал, если браман не моет полы у себя в квартире, это шудра, это же в резине. Это и есть шудра. То есть, очень сложно было разобраться в этих вещах тогда. И вот мы просто что-то думали, как-то понимали, были какие-то свои критерии, у каждого свои критерии. Но природа, она проявляется сама, когда простощик избавляется от этого желания престижа и зависти. Оно уже есть. Если человек думает, где моя природа, где моя природа, он просто на кого-то смотрит и сбивается с толку постоянно. жила-была одна мышка, несчастная мышка. Несчастная мышка, потому что там то кошка, то собака, в общем, плохо ей. И нашла мудреца какого-то. Она говорит, что все время мудрец, опасная, живого. Жизнь на волоске висит. Он удочерил ее. Удочерил и, если мистическую силу, превратил в девочку. Он стал ее воспитывать, кормить, выращивать ребенка. Красивая девочка. Вот она выросла, уже достигла брачного возраста, ну, пора замуж. Ну, хорошо, я сделаю свадьбу, тебе найду лучшего жениха. И первого, кого он позвал, это принес мантру Сури. И Сури явился, сказал, ну, мудрец, что ты хочешь? У меня дочь, возьми замуж. Моя дочь, дочь такого-то решили. Но я, не против, посмотрел на эту девушку. Но если она этого хочет, спроси ее. Ну, как тебе жених? Подходит? Ну, ослепляет, слишком горячий какой-то. Не нравится мне этот жених, что-то, пылающий какой-то. Нет, жарко мне с ним, Ой, прости, прости, никогда не пришелся. Может быть, Бога ветра, Ваю, дочь такого-то решит, возьмешь замуж. Я не против, сказал, Ваю, но она захочет. Ну, посмотри, подходит тебе этот жених. Сказал, но он какой-то он ветреный, непостоянный, какой-то, неуравновешенный. Не, меня с ним беспокоят, я не могу это за него замужить. И всех полубогов перебрал, не хочет. Полубоги, в принципе, говорят, мы готовы, но она, но она не собирается выходить замуж ни за каких полубогов. Что же с тобой делать, думал, он трес уже голову сломался, отец беспокоится о дочери. И тут мышь пробегала, лесной такой, знаете, красивый, молодой, усы такие красивые, хвост все как надо. Эта девушка сказала, ой, какой хорошенький, боже мой, вот он мой. А, я же забыл, ты же мышка, ты же мышка. Я тебе сделаю девушку, но тебе приду быть мышкой. Ну да, вот тебе пара. И это тоже один из примеров, как можно понять свою природу. Кому вас влечет лично общаться? Брак, как вы устраиваете? Вот там явно природа заработает. Пока человек в Брамачаре, трудно понять, что за природа у него. Но как только увидите его невесту, сразу поймете, вот она природа. или там жениха увидите, сейчас будет понятно, скажи мне, кто твой друг, и я уже знаю, кто ты. Такой тоже способ есть. «Те, кто должным образом исполняет свои обязанности, ведут счастливую жизнь и не страдают от материальных обстоятельств. духовные уклады». брамачарья, грехастово, напрасто и саньяса называются ашрамами. Когда человек исполняет обязанности, соответствующие его сословию, и духовному укладу жизни, Верховный Господь доволен им. «Тот же, кто пренебрегает своими обязанностями, считается грешником и обрекает себя на адские страдания». «Предадным везет, грешникам не везет». Таково отличие. Здесь Господь доволен, беспокойств нет. Недоволен, одни беспокойствуют. Можно видеть, что разные люди занимаются разной деятельностью, поэтому в обществе должно существовать деление людей в соответствии с родом их деятельности. Но для того, чтобы достичь совершенства, необходимо средоточить свою жизнь на преданном служении. Тогда благодаря надлежащим занятиям, кругу общения и соответствующему образованию можно пробудить свои естественные наклонности. Положение людей в системе Варнашем следует определять по их качествам, а не по происхождению. Но до тех пор, пока эта система не будет внедрена, деятельность членов общества никогда не станет упорядоченным. Ну, здесь Прабхупада объясняет, что такое Варнашем Адхарма, почему Роман Андаре говорит об этом, а в другом месте Прабхупада говорит в учении Господа Капилы, что сейчас практически невозможно восстановить Варнашем Адхарма. Хотя Прабхупада завещал, хочу, говорит, что было построено Варнашем Адхарма. А в другом месте он говорит, сейчас, в данный момент времени не представляется возможным создать Варнашем Адхарма. Старшие ващнавы, руководящий совет Джи-Би-Си, они думают уже не много лет об этом, как строить Варнашем Адхарму. Есть разные подходы к этому, естественно, мнения тоже разные, как это начать. И не так давно Шеврам Ахараш сделал презентацию на Джи-Би-Си по Варнашем Адхарме, попросили на основании шастр сделать презентацию еще раз. Он, как всегда, сделал такую могущественную презентацию, все основания шастра нашел, очень глубоко все это представлено, за 20 минут буквально мощно, на самом деле мощно. Без развернутых комментариев, в сжатой форме, такая сутра получилась. Оглушил просто это презентация. Все предельно ясно, конечно же. и молчание воцарилось. И Гопалкишна поднимает руку с вопросом и спрашивает, а как же все-таки начать строить варна-шаматхарму? И все смотрят на шварму махаржи. Что он скажет? Говорит, у меня нет ответа на этот вопрос. Пока вот так. И я знаю, что многие присутствующие здесь, некоторые или многие, они хотят создать варна-шаматхарму, участвовать в этом процессе. Практически почти каждый мужчина готов заняться этим. Но это серьезная вещь. Нужны какие-то особые полномочия, похоже. потому что варна-шаматхарма это не просто деление людей на варна-шамы. Необходимо приобрести определенный потенциал сознания Кришны, чтобы сработало. Чтобы сработало. То есть машина есть, общество есть, но двигатель еще не готов. Нет мощностей. Общество сейчас настолько отяжелено грехом, что неизвестно где взять двигатель, чтобы это общество вообще сдвинуть с места. Карма бандана уже настолько увязывали в этом процессе все эти промышленные предприятия, политические всякие попытки улучшить мир все еще больше запутанная ситуация. Гораздо-гораздо чем ранее. Поэтому чтобы сдвинуть с места как бы вот эту махину созданную человеком за все эти столетия и тысячелетия после ведической культуры нужен определенный потенциал духовной силы. И тогда постепенно что-то может происходить. С большим терпением это нужно будет делать. Не знаю сможем ли мы увидеть с вами нашим мадхарму или наши потомки но так или иначе она формируется сейчас спонтанно. Как? Мы развиваем свое сознание Кришну занимаемся преддом служениям. Вот так это происходит. И нужно быть внимательным в этом процессе. Сейчас у нас недостаточно развито общественное внимание. Общество у нас каждый внимательен в отношении к себе к своей практике может быть. Мы еще достаточно индивидуализированные все еще. Мы еще дети калиюги. У нас не все вместе получается знаете не так легко вместе что-то делать. Потому что недостаточно внимания коллективно развито. Вот это тело общества почувствовать нам трудно целиком. Мы чувствуем свою деятельность начальника подчиненного все на этом. Все наше сознание не так широко развито. постепенно несомненно если мы будем развивать свое сознание Кришна мы сможем почувствовать пульс и кровоснабжение тела общества целиком. Как все это функционирует как это все работает. Как взаимосвязано. Как мы наблюдаем природу мы видим как она связана на это особое чувство. Когда мы видим что так все едино связано разум проникает повсюду появляется такая уверенность умиротворение появляется вера в творца. И вот от общества людей мы не получаем этого. Такой веры в творца получаем много беспокойств нам хочется от них спрятаться от людей как бы замкнуться о себе позаботиться и мы становимся индивидуалистами поэтому нам сейчас трудно получить благословение от общества а сила приходит именно от совместных усилий. И единственный сейчас способ собраться все-таки вместе для сотрудничества это санкиртана ягья для калиюги вместе воспевать громко святые имена. Вот этот экстаз который мы вместе ощущаем есть та самая связующая сила. И вот этот экстаз собственно говоря есть варнашем адхарма. Люди живущие варнашем адхарма чувствуют себя очень неиндивидуализированные они доверяют друг другу они любят живые существа они уважают они служат потому что всем этими верховный господь доволен. Они чувствуют счастье в таком обществе. Ну пока вот такой у нас процесс санкиртана ягья пока это единственный способ реальный который работает. Браманы должны обосновывать санкиртана ягья этот процесс проповедовать его философски объяснять людям. Кшатры должны организовывать такие паломничества праздники фестивали центры где люди учатся воспевать браманы через шатры кшатры организовывают всю эту деятельность хорошо ващи снабжают деньгами обеспечивают поддерживают это все и все остальные большинство мы помогаем чем можем так в нашем обществе происходит уже добровольно верно мы это делаем добровольно осознание миссии то есть это уже начало варнаши мадхармы но пока еще масштабом маленькое небольшое если мировые масштабы взять мы только начинаем это делать это путь к совершенству говорится здесь об этом роман роман и затем беседа пойдет дальше мы здесь остановимся такая тема была сегодня предложена по варнаши мадхарме начало беседы господочитания и романа дыра какие будут вопросы пожалуйста дыра варнаши обращались говорить говорили господочитания роман начало лекции говорилось о пребывании в храме в общественной церкви и вопрос что значит пребывая в церкви то есть можно просто приехать и на самом день не придется я понимаю ну А можно, вопрос в том, что значит, что это за сознание должно быть? Осознание должно прийти через процесс. То, что на Парупада дал, мы это и делаем, Святой Дхаме. Воспеваем, видим Прасад, парикраем и слушаем. Все, вот этот процесс, этот процесс приходит осознание Дхамы. Как? Кришна доволен, все. Как в Арнаш-Мадхарме, то же самое. Как осознается Бог, Бог осознается. Когда люди выполняют свои обязанности, сотрудничают друг с другом, все, приходит счастье. Из природы данные нам. Мы не создавали эту природу. И, естественно, у нас возникает отношение с Богом. Здесь также в Дхаму, если мы приезжаем, мы помним наставления Шилы Прабхупады, Духовного Учителя, Старших Вачнава, следуемся мы этому, получаем опыт. Из деятельности Бхакти приходит реализация. Не наоборот. Просто так умственно настроиться не получится. Нужно делать, действовать. Воспевать святые имена, главное. Но воспевать в Дхаме или не в Дхаме, есть же разница? Ты уже чувствуешь эту разницу? Нет? Для тебя трансцендентные уже. Что с микрофоном? Скажите, пожалуйста, это я наступил на стремление. Скажите, пожалуйста, а прогрошенная в Славу, цель уже может сейчас провозглашаться? Провозглашаться? Да. Но она провозглашена. Для преданных. Понятно. Я же говорю, мужчины заинтересуются этой темой. Они же сразу готовы. Дайте нам решение какое-то, они сейчас скажут. Вот сейчас говорили, Варнаша Матхаме, а что делать-то? Давайте. Это мужская сторона, они хотят, да, это делать. Такая цель существует. Но, как мы говорили, нам нужен определенный потенциал. Дело в том, вообще-то, что пока существует определенный уровень зависти, ее нельзя построить. Это невозможно. Как вот скажем, сырые дрова не зажигаются. Вроде и дрова есть, и спички есть, но не горят. Ну, вот все мокрое такое, знаете, гуны такие. Вот пока есть. И мы должны вот эту критическую массу, этой зависти уменьшить до той степени, как дрова могут загореться уже, уже могут пылать огнем. В каждом из нас есть много полезных качеств, вот они должны проявиться. Когда они проявятся? Когда уровень зависти в обществе, мы не говорим в каком-то конкретном, в обществе понизится. Вот тогда это может произойти само собой. Как дрова загораются от огня, само собой. В нашем понимании сейчас нужны какие-то страшные усилия, чтобы запернуть нашим отваром. Но это не тот метод. Сверхусилий не рекомендуется. Качество должно быть. Значит, есть у нас отдельный успех. Каждый может стать чистым в очнахом. Пожалуйста, да. Но мы говорим сейчас об общественном уровне еще. Вот пока еще общество не достигло такого уровня. Мы часто говорим сейчас что? Станьте добрее. Уже много лет мы это говорим. Станьте добрее. Это трудно понять в нашей среде, в нашей культуре. Что это вообще означает? Мы знаем философию, знаем гуны, знаем карму, знаем бхакти-шастра. Как стать добрее? Сложный вопрос. В общем, да. И пока не будет определенного количества добродетелей, нельзя построить в нашем отвару. Калиюга описывается так в Махабхарате. Браманы это самые почитаемые люди в обществе. Самые чистые, как бы. Сам господь защищает браманов и коров. Но в век калии шудра будет говорить Браману, эй, иди сюда. Браман подойдет и скажет, слушай, мой господин, что ты хотел? В Калиюгу будет так. При таких обстоятельствах больно, что над кармой не построится. Спасибо вам за лекцию, за утреннюю, за сегодняшнюю печатление. У меня вопрос в контексте. Ладно, что вы, и выстраивая взаимоотношения в обществе, сейчас очень активно развивается такая тенденция, когда общество начинает проявляться в виртуальном мире. То есть через скайпер, коммуникаторы и так далее. И очень много процессов командно-образующих происходит в электронном формате. И сейчас очень серьезная IT-платформа под это уже создана, где там может быть и постановка задачи, или конференция стоит с двумя и плюс людьми. И это, в общем, нет никаких ограничений. Ну и также, соответственно, образовательная программа не переходит в онлайн-формат. И вот когда есть общество, которое выстраивает взаимоотношения, наверное, процентов до 80-90, находясь в электронном пространстве и встречается от времени к времени, например, на каком-то событии, на фестивале, на обучающей программе, буквально 2-3 раза в год. Возможно ли это считать выстраиванием команды, выстраиванием варнашемы? И второй вопрос, ну, то есть, вытекающий сперва. Необходимо ли варнашему строить на базе конкретной общины по территориальному признаку, то есть, собирая всех в единое место и там развивать общество? Спасибо. Виртуальная реальность. Но это так же, как сначала в уме все происходит, а потом уже на практике. В этом смысле можно использовать виртуальную реальность как функцию ума, как тонкое тело. В этом смысле. То пока еще виртуальную пищу мы не можем есть. Ментальную пищу никто не сможет съесть. Поэтому все сводится к тому, что нужно воплотить эти принципы в итоге. Виртуальная реальность, в чем, как бы, ее особенность? Она ограничится с развлечениями в этом проблеме. Это может тоже превратиться в некое такое развлечение, потому что, что касается виртуальной реальности, интернета, там столько лишнего общения, столько болтовни, столько проджалпы, она просто умножилась в квадрате, в кубе. Благодаря интернету. В этом ее недостаток, она перевод и развлечения. Но если вы контролируете чувства и можете использовать виртуальную реальность для общения, чтобы потом что-то воплотить, это может быть используем. Виртуальная реальность. Мне надели эту маску. Новшество, это значит такая есть маска. Подводная, похоже, только там экран внутри. Надеваете маску, перед вами полный объем. Вверх, вниз, 360 градусов, все перед вами. Любая среда. Запрограммированы вы туда. Попадаете. Вы еще не видите своего тела, тела нет. Но вы попадаете в то пространство, которое... Я попал в подводный мир. Подводный мир и акулы плавают рядом. Мне было не по себе. Мне было не по себе. Я осознавал, что это виртуальная реальность, но мне было не по себе. Акулы были настоящие. Все было в настоящее. Потом жена одела маску, ей ее пощадили и дельфинов запрограммировали. Она говорила, ой, ой, они кусаются. Это, знаете, перед вами такой сумасшедший человек с такой маски. И он дергается, что-то там с ним происходит. Но он там что-то видит внутри себя. Виртуальная реальность называется. Ну вот любая программа, вы попадаете в Древний Рим, там куда-то еще, в любую среду, там в Гималайю, что хотите. Можете ходить там, где передвигаться тоже. Вот они уже к этому приходят, ко всему. И меня спрашивают, а что там не хватает? Единственное, чего там нет, это разума. Чувство есть, ум есть, сразу не нужно. Это виртуальная реальность. Поэтому нужно быть последовательным. Неважно, виртуальная реальность или нет. Если мы что-то планируем, что-то хотим сделать, мы должны быть последовательными. Запланировали? Планировали. Планировали? Сделали.